Предлагает нам нашему назиданию место из послания апостола Павла к Коринфянам. Коринфян это крупный город греческий и там находилась очень большая община древних христиан. И вот апостол Павел пишет им свое письмо, послание с вот такими между прочим словами. Братья, все мне позволительно, но не все мне полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно мною обладать. Разве не знаете ли вы, что тела ваши, суть члены Христовы? Итак, заберу ли я члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Знаете ли вы, что соединяющийся с блудницей становится с нею одно тело? А соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Избегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, совершается как бы вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли вы, что тела ваши, суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога? Итак, вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи. Такое сложное место в какой-то степени. Но суть этого небольшого отрывка в чем? Все мне позволительно, но не все мне полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно мною обладать. Апостол Павел говорит, что христианин не должен быть в рабстве у своих страстей. Ничто не должно мною обладать. Это внутренняя свобода христианина должна оставаться. И далее он говорит о блуде, что блуд, всякий раз, когда человек соединяется с блудницей, он предает Христа. Разве не знаете вы, что вы храмы Духа Святого? То есть христианин это человек, который должен себе Бога носить. Дух Божий. А всякий раз, когда ты согрешаешь в страшном грехе, в блудном грехе, то ты предаешь Христа. И меняешь Христа на блудницу. Такие вот страшные слова, да? И так прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, потому что вы искуплены дорогой ценой. Вот такое назидание, мне кажется, братья и сестры, нам тоже полезно. Хотя ему уже две тысячи лет, но актуальность этого призыва и сегодня, ну, очевидна. Потому что всякий раз, когда человек блудит, когда человек грешит, он действительно как бы расточает свое состояние. Вот как этот блудный сын, о котором мы сегодня читали в Евангелии, да? Он тратит и прожигает свою жизнь, предупреждает Бога, и в итоге другой человек духовно гибнет. Поэтому прославляйте, говорит апостол Павел, Бога в телах и в душах ваших. Вот это высокое учение о теле нашем, оно есть в нашей церкви. Что не только душой, да, в Бога верует, но и твое тело должно быть чистым. От скверны, от грехов, от пороков. И вот мне еще, братья и сестры, хочется обратить ваше внимание на слова апостола Павла. Он их очень часто произносит в своих посланиях. Вспоминайте, что вы куплены дорогой ценой. Что имеется в виду? Что за нас, за христиан, умер наш Бог. Мы крест носим, чтобы не забывать. На кресте Христос искупил согрешение наше. Христос, Бог наш, стал жертвой за наши грехи. И вот если во всех религиях, во всех религиях, которые вокруг нас, грешник должен принести Богу какую-то жертву, зарезать барана, в некоторых вариантах сам грешник становится жертвой. То есть его кровь, грешника кровь проливается, да? Вы знаете. Например, в том же исламе, там есть грехи, по-моему, пять грехов в исламе, в современном, за которые человек сам должен пролить свою кровь. Между прочим. То есть во всех религиях мы видим грех-наказание, грех-расплата. А мы, христиане, не проливаем никакой крови. Мы, христиане, не совершаем жертвоприношения. Мы не режем баранов. Вас не побьет, батюшка, камнем, если вы придете на исход и расскажете про свои аборты. У нас в христианских храмах даже издревле женщина в такие дни нельзя было входить в храм, чтобы вообще никакой крови не было. Понимаете? Понятно, сегодня 21 век, там, ситуация поменялась. Но даже древние каноны запрещали, чтобы в храме ни капли крови не было. Почему? Да потому что за нас, христиан, была принесена такая жертва, раз и навсегда, подобной которой нельзя было даже вообразить. За нас, жертвой, стал наш Бог. И каждый, кто носит на себе крест, каждый христианин, он носит это не потому, что это защитная какая-то, как некий амулет. Нет, нет. Мы носим крест, чтобы мы просто не забывали, какую цену за наши грехи совершил наш Господь. Что мы веруем в Господа, ставшего жертвой искупления за наши грехи. И в этой связи апостол Павел постоянно, во всех посланиях эта мысль у него прослеживается, во всех. Он говорит о том, что нужно причащаться, принимать эту жертву, тело и кровь Христову, во оставлении грехов. В том же послании к Коринфянам, в 13 главе, он пишет, что, братья, всякий раз, когда вы идете принимать причастие, жертву Христову, помните, что вы принимаете самую плоть и кровь Его. Испытывайте свою совесть, кайтесь в грехах, очищайте свои души, чтобы достойно принять эту жертву, которую Христос для вас совершил. Если бы вот так, братья и сестры, посмотреть на нашу жизнь, на нашу блудную, грешную жизнь, мы никогда бы не спаслись. Вот сколько добрых дел по пальцам пересчитать и сколько тысяч грехов совершается нами. Правда же? И вот эта несопоставимость уравнена Богом, который стал за нас искуплением. Поэтому я спустя 2000 лет вновь хочу эти слова обратить устами апостола Павла. Прославляйте Бога в телах и в душах ваших, потому что вы искуплены дорогою ценой. Христиане, помните, какую цену заплатил Господь за каждого из нас, за каждую душу нашу. И отвращайтесь от грехов, от блуда, от всего нечистого. Уподобимся, братья и сестры, тому блудному сыну, который пришел, поклонился, сказал, «Отче, прийми меня». И Господь, видя наше раскаяние, нашу любовь, что мы пришли в себя, конечно, примет и облабызает, и введет нас в свой черток. Аминь. С праздником, дорогие братья и сестры. Пусть Господь пребывает со всеми нами. Те, кто принимал причастие, сегодня причастился, телу и крови Христовы, желаю телу здравия, душе спасения. Сегодняшняя неделя, начинающаяся, последняя, в течение которой еще можно вкушать мясо, уже со следующего воскресения, то есть последнее воскресение мясопустное будет через недельку, понимаете, да? Потом начинается сыропустное, то есть масленичная неделя. Ну а 10 марта уже будет Великий Пост. Время духовной весны. Следующая суббота родительская, братья и сестры. Не забудьте в эту субботу прийти в храм и помянуть усопших. Конечно, у нас в храме будет служба, расписание будет вывешено. Спасибо вас Господь. Божье благословение на предстоящую неделю. Да пребывается всеми нами. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!